А зачем всё так сложно делать? Не проще ли операторно-кинстическое уравнение просто упаясь? Намного проще. Но метод, подход через уровень фиберопланка, он более общий. Если мы захотим исследовать систему нескольких одинаковых трехожных ухатов, то через матрицу плотности это будет совсем непросто. А метод через уровень фиберопланка, которые другие оперативные стадии можно построить и можно решать. Сделали так и так, и опять один должен. Понятно, но зачем так сложно всё это делать? Как бы разлагать сферическим функциям, каким-то нелинейным? А может уравнение фиберопланка получается зависит от их представлений, которые надо число числа. И можно развивать дальше. Скажите, пожалуйста, мы стали решать уравнение, для динамики матрицы плотности. И заменили его на приближённое уравнение, отбросив члены более высокого, чем два порядка. И вот то, что мы решили, используя только первые три порядка, сохраняет ли свойства объекта быть матрицей плотности, то есть быть неотрицательным, симметричным, следовавым оператором. Ну и не делались ли оценки, насколько сильно была изменена? Оценки не делались, но по идее, если политик Маусе был правильно соблюдён, про адрес форта с недорогой жизни проблем. Это не должны быть сильно нарушены. Если правильно, то не на сегодня нарушены. Да. Нарушены, но мы... Нарушены, если не могу. Насколько интересно было бы послушать? Да, сообщения, конечно. Просто эти уравнения имеют форму Лимблада. Для уравнений в форме Лимблада всё это известно и посчитано давным-давно. Исходные данные после того, как Маусе лечит меня. Те уравнения, конечно, которые они исследуют, имеют форму Лимблада. И если уравнение имеет форму Лимблада, то есть теорема Лимблада, которая утверждает, что матрица плотности будет положительно полуопределена, она будет термитой и так далее. Хорошо. Значит, ТО имеет форму Лимблада, и тогда всё ясно.